Да, дорогой Виктор, Виктор Лобынцев, режиссер, ведущий группы там в Санкт-Петербурге, который работает в госцентре, работает с ветеранами труда, еще с ветеранами. Ты скажи мне, Витюша, с кем только ты не работаешь, какие там у тебя возрастные группы, скажи. Ну, у меня с 55 до 95. Вот, и блокадники Ленинграда. Да. Я почему вам сегодня позвонил, Хосай Магомедович, потому что, как выяснилось, у нас с вами сегодня юбилей. Да ты что? Да. Мы работаем с вами больше четырех лет. Да что ты говоришь? Да, и начали мы вот это. А почему я так молодею все время? А как мы с тобой энергию все время включаем? Да, да. Почти не изменились. А ты вот велосипедист какой получается уже. О, я только сейчас обратил внимание на него. Я же это для Нодара Беридзе, который веломарафон ведет по кругосветке. Там эстафета добра. Для него рисую. В конечном счете он у меня его заберет, но пока заберет, я все время его рисую, рисую, рисую. И вот сегодня у меня был искусствовед, выдающийся Пачуков, членкор Виталий Иоанн, советник, директор музея Пушкина Александра Сергеевича, советник. И мне давал советы. И он мне давал советы, и я как раз вот дорисовываю картину. А мне первый совет, это вот в колеса, его шар земной, в один и второй туда, раз он кругосветкой занимается. Там солнечное солнышко пока круг, и колеса как часа. А, это часа, да, да. Время идет. И он как бы вот вокруг земного шара несет эстафету добра. И теперь туда, по твоему совету, попробую контуром сделать земной шар. Земной шар. Потрясающе. Хосай Магомедович, у меня такая просьба. Я хочу, подготовил вопросы, что если вам не трудно ответить в связи с этим юбилеем для наших пожилых людей, не только наших, а всей России и всего мира, кто нас смотрит и слушает, что бы, может быть, с какой-то другой точки зрения вы ответили на эти вопросы. Они совершенно простые, но в простоте вся истина. И если вам не трудно, вот посвятить 10-15 минут вот этому. Ну давай, давай. Отлично. Кстати говоря, значок, видишь, у меня? Ниже. Институт машинобведения Академии наук. Работал ведущим научным сотрудником в лаборатории биомеханики. Очень мощный институт. Ну я об этом как-то в ролике рассказывал. Такой выдающийся институт. Я дружил сначала с директором, академиком Констином Васильевичем. Ну а потом дальше, дальше, дальше. И мы дружим с институтом уже столько лет, 30 лет. Так. Итак, скажите, пожалуйста, вспомните, когда, при каких обстоятельствах родился ключ? А, ну это легко, быстро. Значит, я еще работал иглотерапевтом, заведующим кабинетом рефлексотерапии в первой поликлинике, первой горбольнице города Махачкалы. Это было 1970. Ну какие-то там 78-е. Но когда я институт закончил, я год был в интернатуре по психиатрии, как врач-психиатр. Потом, значит, иглотерапевтом. И там я придумал в эти годы, значит, под гипнозом у меня был парень, и я ему внушил, что в точке у него пошел ток из иглы. Потому что до этого я ему стал иголки и ток, феномен отдачи, тачи так называемый, когда на оболочку нервов попадаешь. А в другой раз не было, значит, у меня то ли иголки не было, то ли еще чего-то. И он пришел и говорит, ну сделайте мне это, помогло, сделайте. Я говорю, а ты, говорю, сам вспомни, как ток пошел. И он погрузился, сосредоточившись на воспоминании. В транс вошел сам. Ну гипноз я имею в виду условно, не я его гипнотизировал тогда. Вопрос, когда он сильно сосредоточился на воспоминании, он за счет этого сосредоточения воспроизвелось у него вот эта реакция, током пошло, током. И я тогда придумал сигнальную рефлексотерапию. Через корову головного мозга включать реакцию в точках. Но это тогда я придумал, потом я попал в центр подготовки космонавтов, потому что я дружил с Гримаком Леонид Павловичем, который написал книжку еще в свое время, выдающийся психолог. Моделирование состояния в гипнозе. Моделирование состояния. Гримак Леонид Павлович. Ну очень выдающий человек. Он меня познакомил с центром подготовки космонавтов. И в 81-м году я приехал туда в командировку первую. Потом я летал туда в течение нескольких лет в командировочном режиме. И обучал, значит, на технической территории, значит, всех, которые летали в невесомость, и не летали в невесомость. А потом на живой территории я обучал весь городок звездный. Там и мамаши с детишками приходили, и больные ко мне в медуправление. Там было в звездном городке. Береговкин был такой, Анатолий Васильевич, начальник управления. И он мне говорит, ну помоги тогда, всем пока. И я им всем обучал их входить в трассы и включать точки. Да, это было очень большое открытие такое научное, что точки реагируют на эквивалент этой реакции Тачи, феномен отдачи, индикатора точного попадания. Оказалось, реагируют. Это было открытие. У меня потом были в журнале электронная промышленность, и в других журналах сигнальная рефлексотерапия, гипносиотерапия. Я Грановский тогда написал в книге «Визит Пиксессенса», где я был экспертом о том, что я приходил и удивлял всех в высоких кабинетах, что все могли сидеть там целый стадион. Я всех их погружал в гипноз, всем говорил, в теле ток, и у каждого шло там, где нужно. А вот это вот повторяющееся движение, когда возникло? Вот ключ возникло со слов, это назвали космонавты, потому что, когда они первый раз попробовали, это было в 90-м году у меня книга уже вышла. Сейчас я тебе скажу. Это было в 81-м году. В 81-м году я там уже подружился с Андреаном Григорьевичем Николаевым, и он сказал, нельзя в комсах гипнотизировать в космосе космонавтов. Ты говорит, придумай, чтобы они сами у себя вызывали эти реакции. Я тогда придумал вот этот метод. И когда, значит, космонавты моделировали состояние, что они летают в невесомости, руки у них поплыли, ноги, и один из них сказал, аскольд свирский, он сказал, так это же ключ. То есть ты сосредоточиваешься на решении какой-то задачи, например, на воспоминании какого-то состояния. У тебя воспроизводится, ну, допустим, в данном случае невесомость или токовое ощущение. Ну, то есть, короче говоря, я там все время в школе человек, будучи ухом и футурус, это объясняю, рассказываю, как решать различные задачи. Самые невероятные, которые обычным путем решить нельзя. И вот там он сказал, ключ. С того момента так и называли ключи. Первая книжка у меня была в 90-м году в «Молодой Гвардии», выпущена массовым тиражом. В 90-м году «Ключ к себе». Так называлась первая книжка. Ну, а потом еще 25 книг. Вот последняя вышла у меня полгода назад. Получила статус бестселлера за счет такой востребованности. Уже третий раз ее переиздает. А сейчас я через три дня сдаю новую книжку. Поздравляю. Смотрите, пожалуйста. Вы исследовали и очень много гениальных людей по всему миру. И спортсменов, и ученых, и артистов. И, в общем, всех людей, которые достигли во всем мире каких-то вершин. И вы сказали, что есть у них что-то одно общее. Что? Ну, во-первых, они, как говорится, у всех гениальных людей одно общее. Во-первых, это творческие люди, независимо от того, что среди них есть и здоровые, и больные, как среди всех прочих. Но гени и мысли с результатом. И что у них еще общего? Любовь к жизни. Страсть. Любовь к жизни и страсть к истине. Они почемучки. Они почемучки. Только великие люди, они попробовали почемучки. Потому что Божья часть человечества на самом деле вопрос о себе не задает. И не пытается глубоко проникнуть в понимание. Они подражают. Да, да, да. И в школе их учат всегда, подражателям. Быть старательным. И, как говорится, Бог терпел и нам велел. И у нас сейчас страна такая терпеливая. И когда говорят, да Коля же терпеет. Да нет, вот терпеет бесконечно. Потому что воспитанные, во-первых, воспитывались как? Неподвижная поза за партой. Под директивным управлением. Директивное управление, ну, когда тебе командует, а ты должен точно исполнять. И вот профессор Базарный, Филипп Владимирович, который мой единомышленник в этом отношении, он офтальмолога, очень хорошие специалисты. И он столько лет боролся с этой неподвижной позой. Он говорил, что эта неподвижная поза создает остеохондрозы, создает то, сё, прочее, что детям надо больше двигаться. И он тогда придумал и предложил для школы вот эту столь, когда ребенок может за партой встал, встал и как Пушкина стоя пишет. Ну и интересные вещи. У нас были в Советском Союзе такие новаторы, педагоги. Очень большие новаторы. И один из них как раз-таки Базарный. Мы с ним вместе, кстати говоря, доклады делали на международной конференции по образованию. И там вместе выступали с докладами. Пуклачев с нами выступал. Но вы еще сказали тогда, что все вот гениальные идеи и прорывы у всех людей мира, они создавались, когда они были свободны. Но очень... Вот именно, вот именно, свобода. Свобода, ну, во-первых, что такое свобода? Это когда ты думаешь о чем хочешь и делаешь, что хочешь, правильно? Да. Ну, вот чего-то делать нельзя. И раньше, трое свобода, трактовали так, если ты понял, что нельзя, значит, ты свободен. Свобода — это создание. Мы не проверить в Италию эту фразу, понимаешь? Свобода — это осознанная необходимость. Имелось в виду смысл-то другой. Имелось в виду, что свобода — это потребность человека. И это потребность человека, осознанная. Свобода есть осознанная необходимость. Вот так надо правильно читать. Но у нас такое есть. Думаешь, о чем думается, делаешь, как делается. Это формула ключа. Золотая формула ключа. И поэтому, если человек нездоров, или в депрессии, или у него что-то не получается, ну ты же это лучше меня уже знаешь. Ты там с пожилыми людьми работаешь, и они уже тебе отвечают, и песни поют, и там я видел, как ты устроил с ними костюмированный бак. Дефилет. Да, это было шикарно. Это было просто прелесть, когда люди 80 лет, 70 лет кокетничают, танцуют. Скажите, в чем все-таки уникальность ключа на сегодняшний день? Уникальность ключа в простоте и эффективности. Даже мои, у нас не принято, конкуренты, ну, можно так сказать, конкуренты, которые не стараются способствовать развитию метода, даже они не выдержали. Отец Курпатова, профессор Курпатов, который в Санкт-Петербурге, там у тебя главный психотерапевт, из физического руководства, там был по психотерапии сборник, где он был главным редактором, и то там написано, метод-ключ самый простой и эффективный метод. Даже там написано, да? Ты представляешь? Ну, это можно простота. А почему простота? Сразу скажу. Потому что впервые в мире, в первые в мире, там открыто и дается подбор приемов, которые соответствуют текущему состоянию, индивидуальному состоянию человека в момент их применения. То есть там впервые в мире сказано, что инстинктивные действия, которые человек совершает, пытается решить какую-то волнующую задачу, которую он по неведению, по непониманию пытается гасить, на самом деле являются механизмом, помогающим ему решить задачу. И очень многие болезни, навязчивые состояния, фобия, страхи, дрожание, вот эта нервная дрожь у девочки или у спортсмена, как мандраж там, на самом деле механизмы защиты от нарушений. А у нас врачи и психологи еще пока этого не знают, к сожалению. Хотя 10 лет был членом правления медицинского, профессионального, Апинянского Александра Ивановича, Межрегиональное объединение врачей, психологи и социальные работники. 10 лет я был там членом правления, и это рассказывал. Но врачи не все же это знают, что на самом деле, если понаблюдать за собой в момент решения какого-то вопроса, какие действия тебе инстинктивно хочется сделать, а не блокировать это, то если ты это сделаешь в виде упражнений, то есть осознанных, вот это и есть приемы ключа, подбирай себе то, что тебе подходит. То, что тебе подходит по критерию максимальной простоты и комфортности. Из миллиона различных движений, из миллиона различных действий, путем перебора, если ты найдешь то, что тебе подходит, а сам процесс подбора путем перебора развивает творческую активность мозга поискового, сразу развивает человека, его личность. Сколько людей по карьерной лестнице поднялись, пользуясь ключом, сколько выиграли рекорды. Это движение может быть каждый день разное. Конечно, каждый разное, каждый день разное. Вот я совершенно недавно объяснял человеку, у которого, когда он ходит, он немножко трясется. Я ему говорил, что вот это, во-первых, повторяемое движение снимает напряжение, как повторяемое действие ментальное снимает напряжение. Откуда произошла мантра, молитва четкий там, жвачка, пошли по миру. А он, когда идет, как только у него напряжение растет, потому что он, допустим, дома ходит лучше, а на улице выходит, сразу начинает ногой вот так делать, повторяемое движение. И заики тоже, они же, когда нервничают, они чаще повторяют. Я ему говорю, это защитный механизм, это лечить не надо, это как раз таки механизм, который тебя от болезни защищает. Поэтому, если ты хочешь пройти свободно, понимая о том, что как только ты напрягаешься на улице, потому что тебе надо много-много факторов согласовать, а дома ты ходишь по свободе. Но если ты чувствуешь, когда напряжение растет, ты начинаешь делать вот эти повторяемые движения ногой, так ты возьми, делай их сильнее в виде упражнения дома. Делай сильнее, 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 и ты заметишь, что ты сбрасываешь напряжение и свободнее ходишь вместо того, чтобы бороться с собой. С какого возраста можно начинать и вообще возраст ключа? С ребячества? Какой? У нас уже в школьном учебнике профессор Матвеев выпустил уже год назад, в 19-м году, два года уже, синхрогимлястиков по методу ключ выпустил для школьников 10-11 классов. Но это пока разойдется, это же два года, это надо, чтобы пока институт повышения квалификации научил всех физруков, чтобы физруки научили всех детей в школе и так далее. Особенностей нет никаких между детьми и взрослыми, пожилыми? Есть, конечно, особенности. Конечно. Дети легче обучаются. Мгновенно обучаются, потому что у них шаблонов меньше в голове. Да, да, да. Ну, когда мы детей учим с детства мыть руки, чистить зубы, они всю жизнь это делают. А взяли бы сейчас взрослого человека, не привыкшего этого делать и учить его мыть руки, так он бы забывал. Скажите, а сколько по времени делать? Это зависит. Здоровый, больной, это зависит от глубины стрессового состояния, это зависит от исходного состояния и целей, задач, которые он имеет. Но это целая наука, это целый метод саморегуляции и ключ. Целый метод состоит из низких частей. Есть часть, чтобы снять напряжение, есть часть, чтобы мобилизоваться, есть часть, чтобы раскрыть творческие качества и способности. Он сам должен регулировать, саморегуляцией заниматься, что касается времени. Сколько делал? Сейчас мы не можем здесь нашу встречу за 10-15 минут превратить методическое руководство по саморегуляции. Мы просто об этом можем сказать. По этому поводу есть у нас школа будущего Homo Futurus на моем канале. Метод Ключ Хасаи Алиева в Ютубе. У нас есть группа ВКонтакте, группы в Фейсбуке. У меня есть сайты стрессу и хасаи.ру сайты. Книги, которые выпущены. И последняя книга, вот, которую я говорил назад вышла, метод Ключ от комнаты страха твоего мозга. Заставь стресс работать на тебя. Я могу вот похвалиться, что я впервые открыл и заявил, и заявил не только то, что повторяемые движения снимают напряжение, это я 25 лет назад заявил, и не только то, что инстинктивные действия, которые возникают у человека, надо не гасить, а превращать в упражнение, после которых человек переводит весь комплекс управления под свой волевой контроль и может потом не качать ногой на улице и нормально ходить и сдавать экзамен. Но самое главное, я сказал, что в потенциале страха, стресса лежит творческая энергия. и поэтому, когда человек занимается самореализацией, саморазвитием, занимается любимым делом, занимается творчеством, он живет с Богом, потому что Бог это нечто необъяснимое, это можно верить, можно не верить, это дело каждого, но Бог в человеке это творчество, это любовь, это сопереживание, это сотрудничество, это счастье быть собой, а высшее счастье, когда мы все вместе являемся собой и вместе, вместе. Вот Бог в человеке, это творчество. Скажите, а когда лучше делать, утром или вечером? Это зависит от того, какая задача, например, сифрогимнастика посекундная, дробная или поминутная, ее можно и утром сделать, чтобы поддержать себя, работоспособность творческого, физическую на целый день, разгрузиться, разгрузка упражнения, например, волна, разгрузка с перезагрузкой, это, конечно, после работы и особенно, когда большой стресс, и там не одну минуту, а там уже бывает и 15 минут, и 20 минут, когда ты выходишь по критерию максимальной комфортности на повторяемое действие, отпускаешь себя, как волна, вот так вот, как лилия в воде, как березка, навитого, отпускаешь себя в ту сторону, где тебе максимально приятнее, думаешь, о чем думается, переживаешь, о чем переживается, для меня никто раньше не говорил, что если тебе плохо, если ты переживаешь, переживай, потому что всегда говорили, а ты думаешь о хорошем, но если бы я мог думать о хорошем, когда мне страшно, я бы, зачем психолога тогда нужно, а я, как раз, на новизна в этом ключа, что просто, потому что это мы инстинктивно и так делаем, только мы себя по неведению блокируем это, а я рассказываю, как мы устроены, как мозг работает, переживая, о чем переживается, думая, о чем думаете, и делай, как делается, то есть соединение ментальной свободы и телесную, и за счет соединения двух свобод снимается стресс. Вот по поводу синхрогимнастики, скажите, это вот такая предварительная настройка вот на ключ, или это просто как упражнение? Синхрогимнастика это пять классических упражнений поминутные, поминутные, которые обычно люди и сами делают, но делают неосознанно, и когда они это делают инстинктивно, это им помогает, но я рассказал, что люди делают сами, плюс добавьте туда то, чего там нет, что вам организм сам подскажет, то есть это пять классических упражнений, синхрогимнастика в минутные, плюс те, которые ты сам подберешь путем перебора, вот допустим вспомнишь, какие же движения для тебя в жизни такие комфортные, но кто-то вспомнил, что он волейболист, кто-то вспомнил, что он пловец, кто-то вспомнил, что он в теннис играет, кто-то вспомнил в бой с тенем, и туда вставляя эти элементы, делаешь разговор русскую например вечером там 15 минут здесь сильный стресс, что тебе хочется, стукнуть кого-нибудь, ну возьми встань и в комнате закрой дверь, чтобы не подумали, что ты чокнулся, и давай ори, давай вопи, давай стани, давай плач, давай стукай там по мнимому мешку или мнимому начальнику, как куку японцы могут колоть это же все есть, в природе это все есть, просто ключи это рациональное зерно всех методов мира в простом доступном виде сразу сказано и самое главное сказано сам процесс перебора приемов, чтобы найти то, что тебе подходит, он развивает творческую активность вот сейчас интересный вопрос, скажите, а какое ощущение должно быть, вот что у тебя этот ключ получился, вот я начал делать и что получилось такое удовлетворение, что это творчество сейчас сам сказал удовлетворение, появляется ощущение как гора с плеч и тебе сразу легче стало и ты говоришь, надо же как действовать, просто так просто, что даже голову приходит, вы знаете, я понял, скажите, я вот очень часто сталкиваюсь с такой темой, что люди уже пожилые и уже набраны мудростью и опытом, но они не умеют слушать себя, они не привыкли к себе прислушиваться, они понимают, когда только голова заболела, живот заболел, это понятно, то есть выпил таблетку и тогда я уже слушаю себя, о, вроде полегчало. А как петух клюнет, да. Да. Вот как научиться слушать себя или нет, просто надо начинать это делать и все, как вы считаете? Я считаю, что когда петух клюнет, он обращается и к врачу, и к психологу, но когда ему в молодости говорят профилактика лучше всего, займись здоровым образом в жизни, ты научишься меньше уставать, меньше болеть, ну, молодой человек, какая у него там рамость, он поэтому это и не слышит. Молодые люди тянутся к невероятным, к сверхспособностям, их постоянно часто ловят на этот крючок, сверхвозможности, сверхспособности, а нормальные вещи, творчество, созидание, любое, все переживания, ну, а им кажется, ну, что это баначина какая-то. Я себя же тоже помню молодым, маленьким, я помню, что я мечтал, что там аэлита, космос, галактики, читал там такие фантастические книжки, мечтал, вот, но это же, а потом я понял, надо просто молодым найти, как объяснить. Надо им сказать, вот у тебя мечта есть? Есть. Эти приемы для того, чтобы ты свою мечту осуществил быстрее и гарантированнее. Эти приемы не для того, чтобы ты жил обычной жизнью, теперь тебе дали метод, теперь трать время на этот метод. Нет. Эти приемы для того, чтобы ты свои задачи решал успешнее, а не превращал это в очередную физкультуру, которая требует времени там и так далее. У нас же все физкультуры как устроены. Они вообще отрывают человека от обычной жизни и заставляют думать, как правильно сделать упражнение. И говорят, не отвлекайся, делай как я, и белый как Петров, старайся, у тебя неправильно рука идет, надо по-другому делать и получается урок физкультуры. На самом деле это урок самопознания. То есть, ему надо сказать, подбирай те движения, которые тебе максимально приятные, подбирай, которые для тебя простые. И тогда на физкультуре дети, подбирая себе приятные движения, очень быстро развиваются. Это одновременно и профотбор получается, и профориентация, потому что один начинает понимать, что ему вот плавательные движения. Вот из него плавец получился, а из другого боксер или штангист получился. Но там целая область, целая область. Это надо нам чаще встречаться, как говорится. Скажите, пожалуйста, сейчас такой тонкий вопрос, что делать человеку, если не получается, вот если наш термин такой, если не получается достигать чистой головы, чтобы... Это есть такое понятие дефолт работы мозга, или пустота в голове, или отключение внутреннего диалога. Это все одно и то же. Состояние не ума, так сказать, состояние пустоты. Некоторые люди боятся этого даже. Как это они не знают, о чем речь идет. Потому что они просто не знают, что они это испытывают постоянно. Межественной бодрствованием. Они это испытывают постоянно. Например, девочка сидит на уроке задумалась от усталости, в окошко смотрит, носите код, как облака, а потом и выяснили. Это есть пустота. И Будда, Будда, который нашел эту пустоту, это эмоциональная дистанцированность. Где нет страхов, комплексов, сериотип, нет эго, нет ничего, нет рефлексии. То есть это когда ты сидишь и у тебя нирвана. Девочка тоже сидела у него нирвана была, но у него случайно это получается, а Будда когда хотел. Вот в этом столько вся разница. Это человек, который боится этого, просто не в курсе, о чем речь идет. И вот наш предмет, когда мы объясняем, вот я привел примеры про девочку, про Будду. Я могу привести примеры про Луи Зухей, которая колотила подушку, подушку, плакала, колотила подушку, ночью, а потом она села, и ей так стало хорошо, она говорит, любите себя. Потому что в Америке надо с дежурной улыбкой ходить, там нельзя даже соседу говорить о своих проблемах, там же мой дом, крепость, поэтому они нанимают человека, платят ему деньги, выговариваются, это называется психоанализом, они за счет выговаривания, поэтому она ходила все время с улыбкой, напряжение наросло, уже до такого кризиса, что она нашла в себя ночью, что она колотит подушку, организм сам заставил, колотила, колотила и отпустила, и она говорит, любите себя, но наши подумали, что на тофе себе на выкупить, это тоже помогает, конечно, так вот, что делать им, если у них не получается этого, надо ждать, нет, имею нулевое состояние, что ли, да, да, А не надо его ждать, потому что если я делаю волну и переживаю, и думаю, о чем думается, вот, например, перед встречей, допустим, я сижу, вот так качаюсь, и мысленно хочу, не хочу, я же жду тебя, так, и невольно я проигрываю ситуацию в голове, как мы будем разговаривать, там, как я буду отвечать, вот это внутренний диалог, когда человек, например, продолжает как бы с кем-то разговаривать, отвечать на какие-то вопросы, вот он идет на экзамен, и он невольно внутри себя представляет, как билет он вытащит, как он будет отвечать, он же моделирует какую-то картину, так, если он перед тем, как идти на экзамен, заранее, дома, будет вот так раскачиваться и представлять на фоне автоколебаний, как он пойдет на экзамен, сдавать экзамен, то потом он увидит, что когда пойдет на экзамен, он будет сидеть свободно, легко отвечать на вопросы, то есть у него не будет страха, потому что он уже проиграл эту картину на фоне автоколебаний по методу крюч. Вот так, и вот там не надо ждать нуля, там надо переживать, о чем переживается, и потом ты сидишь и само возникает состояние эмоционального дистанцирования, то есть состояние эмоциональной отрешенности, которое называется по-другому в йоге, например, созерцание. Вот это ноль, это не отсутствие мыслей, а отсутствие эмоционального сопровождения мышления, то есть она может думать о чем-то, но мысли текут эмоции как облака, ничего внутри не задевая, это бывает между сном и борисованием, например, ты утром проснулся и лежишь, и о чем-то думаешь, и ничего это не трогает, а потом вспомнил, что экзамен не включился, вот когда включился, там уже ты не в нуле, ты уже задействован, а когда ты лежал и мысли текли как облака, ничего внутри не задевая, это есть нулевое состояние, и когда они текут, ничего не задевая, и в какой-то момент бывает, что как будто ни о чем не думаешь, вот оно где-то, а если ты специально будешь садиться, расслабляться и ждать, когда же ты перестанешь о чем-то думать, ты будешь так до утра. Я считаю, что это самый важный момент вот в ключе, ну для пользователей. Скажите, а кому противопоказан ключ, вот таким болезням, каким состоянием, когда мы утверждали метод ключ бездравия СССР как официальный законный метод Главное управление по лечебной работе бездравия СССР в 87 году, значит, под руководством академика Морозова, Георгия Васильевича, директора института Сербского, он был моим шефом по утверждению. А я тогда работал по его позиции в обовляне, руководил отделом подготовки операторов, пикоскопистов, учил их снимать усталость. И как раз таки в 87 году мы утверждали, и там было написано, что метод ключ показан для снижения стрессовости и утомляемости у работающего человека, для оптимизации процессов обучения и тренировки, и реабилитации. Там было сказано, что это профилактика от психосоматических нарушений и заболеваний показана для всех психически здоровых людей. Аналогично аутотренингу или медитации. А вот психически больным людям применять метод саморегуляции ключ не показано, а показано только под контролем лечащего врача. Ну, а медитацию все применяют, аутотренинг все применяют, точно так же и ключ все применяют. А когда надо с психическими болезнями иметь дело, то это собственно тебя. это надо с психологом врач. Да, в связи с этим смотрите уже с практики такой вопрос у меня. Это у меня на протяжении этих лет два или три раза было, ну два раза точно, когда значит группа занималась и резко человек, кстати, это было две женщины, резко встает, выбегает, дверью хлопает ни слова, ничего, просто пулей вылетают. В связи с этим вопрос, почему некоторые вот так вот реагируют и такое ощущение, что они боятся, что с ними случилось, то ли они сами к себе прислушались и вот такая реакция пошла. как говорится истина в контексте, не зная этой обстановки, не зная кто это, может быть это психически нездоровые люди, а может им кто-то наговорил чего-то, что вот этот Лабенцев сейчас их загипнотизирует, посмотрите какие у него глаза, точно, точно, он сейчас нам манипулирует, да не, ну мало ли что-то может быть в головах у людей, мы же не живем в головах друг у друга, я не знаю, надо может даже и паническая атака, когда она сама с собой вообще никогда в жизни не прислушивалась, не может расслабить себя, позволить себе расслабить себя. У меня вчера был человек, она была очень уставшая со своим мужем, они приехали, она была очень такая утомленная и говорит, я вот читала вашу книгу никак не могу понять, как руки разводить, как что, у меня ничего не происходит, я говорю, встаньте, пожалуйста, она встала, я говорю, прикройте глаза и расслабьтесь и когда вас поведет куда-то вправо, влево, прислушайте себя вперед, назад, она стояла около дивана, это надо всегда около дивана идти, первый раз все, вот, и ее повело, и потом по кругу повело, и вперед, назад повело, а теперь я говорю, вот посмотри, как интересно, синхронизация произошла, я ей сказал, если поведет куда, прислушайтесь куда, и отпускайте себя туда, то есть, она позволила себе отпускать туда, куда ее на самом деле тянет, в условиях вот в этого положения, ее тянет вправо, она отпускает себя вправо, ее тянет влево, и она отпускает себя влево, и вот, когда человек позволяет себе делать то, что организм просит, возникает внутренняя связь между его сознанием и организмом, и поэтому я ей потом говорю, а теперь представь себе, что руки пошли наверх, автоматически, прислушайся точно так же, куда тебя тянет, руки куда тянут, вверх, или чуть в сторону вверх, или вперед вверх, и она стала прислушиваться, куда их может тянуть, я их повело, и они пошли, и она так удивилась, она говорит, что это со мной, а теперь сядь, пожалуйста, она села, и потом говорит, слушай, у меня усталость пропала, а как это говорят, ты что, волшебник? Нет, я просто механизмы работы мозга, я же ученый, я изучаю, я просто сказал, сознательно сопровождаешь, что бессознательно, у тебя хочет, и получила связь между психическим и физиологическим процессами, и потом этой связи она может уже и так делать, руки расходятся, и палец пойдет по ее желанию, это инициация, это уже вход, это уже посвящение, я научил ее за 15 минут, потрясающе, самое интересное, она говорит, слушай, усталость пропала, как будто бы не была устала, потому что она была устала за счет чего, они же с мужем пришли, и там долго ездили куда-то, обсуждали какие-то проблемы, она была очень напряженная, и когда человек очень напряжен, он энергию много тратит, страх, например, паники, нерешенные проблемы, требуют постоянной работы мозга, затраты большие, энергетические, а тут она сделала согласование между потребностями организма и ментальными идеями, представила, что руки пошли, они пошли, и за счет этого возникла целостность, и сразу прекратилась энергозатратность, сразу освободилась энергия, и она почувствовала, что она дохнула, буквально за две минуты, потому что до этого она все время была в напряжении, она сняла напряжение, и тут же сразу пошла восстановительная зарядка батареи мозга, она как приветное дело, как это за минуту, за две, а я читала твою книгу, я ничего не понял, скажите, по этому ролику когда мы делаем, мы объясняем, вопросы когда задают там в комментах пишут, и я отвечаю, и мы еще один ролик делаем, еще один ролик делаем, мы объясняем, и там проводим там, ну, в скайпе иногда я помогаю, в ватсапе помогаю, из ковидного состояния выходить, там, и страхом выходить, ну, и очень хорошо, что ты ко мне сегодня позвонил, что ты мне вопросы задаешь, ты мне помог раскрыть еще больше тема, чтобы наши коллеги, наши друзья, и врачи, и психологи, все могли набраться этого понимания. Скажите, пожалуйста, вот затрону опять энергию, вот как вы считаете, чем отличается энергия стресса от энергии цигун, рейки, вот есть какое-то отличие, как вы думаете? Нет, рейки, цигун, медитация, дыхательные практики всякие, дыхание по бутейка, дыхание по стрельниковой, самые разные методы, рыбефинг, дыхание интенсивное такое, в конечном счете, они приходят к дыханию вроде дышишь, вроде не дышишь, в конечном счете, они приходят к состоянию между сном и больствием. Это не в том смысле, что он лежит там рейки делать, нет, я имею ввиду в активной фазе бодрствования тоже возникает это состояние, когда ты увлеченно рисуешь, или увлеченно танцуешь, или увлеченно поешь, там тоже самое происходит, только в активной деятельности. Если ты это сделал в пассивном состоянии, у тебя наступает эмоциональная отрешенность, это нирвана Будды в пассивном состоянии. Если ты в состоянии активной деятельности, освободился от энергозатрат, от напряжений, которые тебе не соответствуют, а делаешь в любимом деле, это уже будет поток, Чик Сен-Михаил, поток. Там тебе природа помогает. Поэтому там тратишь меньше энергии. Вот смотри, люди, которые переживают, которые мучаются болью или страхом, им каждая секунда окажется вечностью. Потому что много энергии тратится. А когда влюбленный человек занимается с любовью каким-то делом, любимый часов не замечает, потому что энергозатрат нет. Поэтому мы всегда говорим о том, что человек должен открыть свои таланты и способности заниматься любимым делом, потому что в занятиях любимым делом ты свободен. А когда ты вне своего любимого дела, тебе приходится напрягать. Поэтому найти свое место под солнцем это открыть свои таланты и способности, потому что мы все по природе творцы. Надо просто прикоснуться к тем действиям, где ты более гораст. Но люди даже не пробуют иногда. Вот Рахман Шахалев художник говорил, возьми кисточку, нарисуй шумочка, хотя бы раз попробую. Или сделай хотя бы это, сделай хотя бы это. Ну попробуй там как профотбор провести несколько разных вариантов действия. Например, попробуй стоять статуи вот так застыв в комфортной позе. или попробуй рисовать музыку без кисточки вот так вот. Или попробуй представить себе, что ты штагу поднимаешь, прямо надрываешься, сосредотачиваешься, напрягся, потом сбросил и вот тебе легкость. Потому что все физкультуры, все собственно говорят танцевальные практики, вокальные, на самом деле это поиск свободы. вы вы соединили энергию стресса с рейки и со всеми системами. Скажите, вот что делать, я думаю, много таких людей в нашей стране и по всему миру, у кого, например, вот ко мне пришла женщина, одной руки нету, или вот сейчас у меня в группе человек, который опорно-двигательный аппарат, в очень плохом состоянии он двигается на костылях. Вот как этих людей, они пробуют делать ключ, ну вот я хотел, чтобы вы пару слов им сказали. Я скажу, у нас Маша с собой, которая со мной работала, она, значит, упала и у нее там косточку потом оперировали, потом, значит, она была в гипсе, нога в гипсе, она боли страшные, при этом она села, прислушиваясь к ноге, что хочется делать, и нога вот так вот дергалась, и она стала дергать ногой, дергать ногой, дергать ногой, дергать ногой, боли стихли, и она очень быстро выздоровела, страшнейшая операция была, все это, потом она на видео показывала, как она это делала. Им надо прислушиваться, какие движения хочет делать организм, делать эти движения в виде упражнений, делать регулярно, но там несколько дней, там несколько, пару недель, как курс, как курс, зависит от того, что у них за состояние, я пока не вижу, не могу сказать. дело в том, что их организм точно выдает какие-то реакции, которые к ним надо прислушаться. Ребенок сидит за партой, плечом дергает, почему он дергает плечом, или почему ногой качает, или почему пальцами стучит, или почему голову чешет, потому что, как только у него напряжение растет, например, вот он думает, сейчас его к доске вызовут, у него напряжение растет, и он плечом снимает, он инстинктивно снимает этими повторяемыми действиями возникающие напряжение, чтобы голова была свободна, но он себе не позволяет, потому что его никто не учил, ему никто не объяснял, что ты дома поделай вот эти дергания в виде упражнения, и на занятии больше сидеть свободно. Я сейчас вспомнил молодого парня, когда с ним беседуешь, еще если когда вопрос задает, он все время вот так вот делает. Вот его надо сказать, так делаешь, да, вот хочешь на беседе свободно себя чувствовать, да, дома несколько дней до беседы, сиди и вот так делай, ты успокоишься, ты увидишь, потому что это у тебя непроизвольно инстинктивная защитная реакция. Сделай это упражнением, и ты освоишь это состояние, и потом будешь сидеть разговаривать с людьми, у тебя не будет потребности его так делать, потому что ты уже перевел этот механизм под контроль сознания. Ну, еще несколько вопросов позвольте. Поскольку пожилые люди, вот у вас есть целая программа и целая лекция по поводу метеозависимости, несколько слов по поводу как вести дневник, и я хотел, чтобы с ваших уст это прозвучало. Ну, во-первых, всех, которые начинают заниматься по методу ключ, а это же такая все-таки система, такая полноценная, как йога, как другая система, все упражнения называются своими именами, собственностью, шалтай, болтай, потрястись, там, ну, потягушеньки и так далее. Их надо именно так и называть. В йоге же все основные называются своими именами. да, 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 да. Во-первых, кто начинает заниматься методом ключ, две недели каждый день надо записывать состояние погоды. Атмосферное давление раз, диамагнитную обстановку два, температуру три и дождь, ветер четыре. Вести как дневничок. Ну, как девочки ведут свои дневнички. Вот так. Почему? Потому что не все знают, что на что-то они реагируют. Например, на атмосферное давление. Вот, ну, не знает человек, он живет нормально, нормально жизнью и в этот день с женой поругался. Или там еще что-то делал, или чашку разбил, или аварию сделал. Он не знает о том, что он накануне плохо спал, а сегодня атмосферное давление резко изменилось. И он вырезался, но он не знает об этом. А когда он две недели ведет дневничек, то потом он соображает, когда, в какой момент надо быть в детьми. Где-то поругался с женой, посмотрел погоду, дождь пошел. А потом говорит, Настя, ты знаешь, извини, это погода. очень помогает разносторонне. Две недели надо мерить, чтобы человек в этой неопределенности, когда он не понимает, что с ним происходит, мы просто выдвинуть и понять. Две недели. Второе. Всем надо хорошо знать, что шейно-грудная область это очень важное звено для нормализации внутрочерепного давления и для нормализации кровоосторжения мозга. И поэтому надо один или два вечера посидеть и точечки потрогать, где какие точечки наиболее чувствительны, под затылочком, под затылочками, муграми, здесь, вот здесь, вот здесь, вот, поискать. Если у вас головные боли, там, допустим, или давление высокое, еще что-то, найдете на шее вот так вот руку положить на другую, чтобы пись была свободная, специально галю руку сейчас, чтобы было видно, чтобы пись была свободная, это подбиваешь, и вот там, вот, здесь больше можно сделать и свободно достать то, что обычно трудно доставать. Находите больные точки и два-три раза в день их массировать, вот так вот массировать справа и слева. Потом надо еще проверить шею, как, вот так вот сесть вот спокойненько, потом было повернуть до конца, смотреть на противоположную стенку, потом повернуть до конца, смотреть на противоположную и посмотреть угол поворота. Кто-то скажет, у меня сюда вот столько на пальчика, другой скажет, у меня на два пальчика не доходит. Тогда точно понятно, почему у него может быть головные боли, почему плохой сон, почему тревожность, страхи и так далее. кровообращение мозга. надо делать вот эти вот двадцать раз в день точечный массаж, шеацию называется, точечный массаж шейно-грудной области. И так погода, и так точечный массаж уже, уже это является дополнительными условиями для того, чтобы жизнь старая улучшаться. И сон улучшается, и настроение, работоспособность, а потом добавляете туда путем подбора, по принципу перебора, видеомоторные движения, какие получаются, а те, которые не получаются, отбрасывайте. Когда вы проходите видеомоторные движения, подбираете сам процесс, который уже вас оздоравливает, уже развивает креативное мышление, мыслительные способности, умственные, уже улучшает. И кровообращение мозга улучшает. И там есть два входа в это состояние гармонизации. Это первый вход путем повторяемых действий, снимающих напряжение, которые вам больше всего подходят. И путем, значит, идеомоторных действий, которые вам подходят. Ну, они могут быть самые разные, вы перебирайте их. Их тысячи разных вариантов. И палец там, и поворот головы, и повторяемые движения головой, и плечом, и ногой. Ну, в общем, там надо перебирать, найти то, что вам происходит. Скажите, пожалуйста, вот один из последних вопросов. Я последнее занятие провожу так, что, как говорится, приближено к боевой такой обстановке, как в бою. Вот что вы скажете, с вами что-то случилось, не очень хорошее, что нужно сразу делать в плане ключа? Нет, если человек обученный или не обученный? Если обучен. Ну, вот он обучен, да, вот что вы посоветуете сразу делать? Он знает синхрагимнастику, он знает разборку. Он знает несколько вариантов, надо делать то, что ему проще и комфортнее. Понятно. Когда он начинает делать то, что ему проще и комфортнее, здесь ленивых не бывает. Потому что, когда человек говорит, да мне неохота идти упражнение делать, а ты не делай те, которые тебе неохота, выбери из них те, которые тебе ну так начинай с этого. Тянись, ну несколько раз, тянись несколько раз, тянись, потом сел, о, отпустила. Ну вот же оно. Но вы сами сказали, что иногда в такой крупной стрессовой ситуации очень сложно из себя что-то во-первых, ты забываешь про ключ, когда что-то страшное случается, или это, ну вот, очень многие забывают в этой стрессовой ситуации. Там у одной сумку украли со всеми документами, она, конечно, она потом вспомнила, а сразу она не могла. Вот в том-то и дело, это всегда так бывает. Это надо поэтому, поэтому учить ключу надо, начиная со школы. Потому что вот в физкультуре кто занимается? Ну в армии был, они привыкли, они поэтому каждый день занимаются, да, мы с молодостью научились, правильно? и вот это самое, это интересно. На самом деле, все знают, вот у меня есть одна приятельница, которая походу избавилась от планики, но как только вдруг у нее что-то опять случилось, аллергия какая-то или еще что-то, она опять растерялась и опять мне звонит. Я говорю, слушай, ну ты же знаешь, что надо делать, возьми, сделай тоже это сейчас проще, но вы можете посидеть, подождать, я сейчас сделаю, она сделала, там что-то такое, да, отпустила меня, а что-то сама не сделала, не догадалась, а почему? Растерялась. С детства не учили, поэтому. Понятно. Ну да, надо все-таки нам учить детей с детства, я бы взял сейчас в нашей школе человек будущего Homo Futurus как раз таки сделал бы для всех родителей с детьми вместе со школьниками очень большую такую конференцию бесплатно, у нас есть регулярный ликбез, так называемая ликвидация безграмотности против стресса статистент творческих качеств, я бы провел, но у меня всего 63 тысячи подписчиков, если бы люди, вот понимаешь, лень кому-то кнопку нажать и записаться в этот, чтобы число участников прибавилось, а YouTube так устроен, когда человек нажимает кнопку подписаться, колокольчик нажимает, то он продвигает и получается, что больше и больше людей видит. Так я готов для всей страны провести, и ты готов, я знаю, мы бы вместе могли провести для всей страны, не только для твоих возрастных, но и для молодых, и для возрастных, и для несчастной любви, кто готовится к экзаменам, и кто меняет профессию. мы бы провели, потому что это универсальный метод, который во всех отношениях работает, потому что во всех отношениях человек нуждается в том, чтобы голова была ясная, кровообращение мозга хорошее, организм здоровый, чтобы быстрее соображать и принимать решения в любой неопределенности. Это же всегда во всех областях жизни нужно, во всех сферах. Я бы провел, и ты бы провел, и мы бы еще кого-нибудь пригласили из наших, таких вот, которые вот действительно уже владеют, преподают другим этот ключ. У нас есть такие специалисты, у нас очень достойные специалисты из школы. Мы бы всех пригласили и команды, и провели для всего народа. Повысили иммунитет, стресс-устойчивость. Ну да, ну кто-то ленится кнопку нажать, и думает, вот сосед нажмет, да, ну много же смотрят, 63 тысячи, наверное, кто-то нажмет еще там, ну и не нажимает, и вот так и стоит. Но тем не менее, Хосе Магодиевич, мы ответили на 20 вопросов. У вас прекрасные дети, внуки, профессия прекрасная. Правда, Максимка, правда, Максимка, человек был. Любилей вы недавно отметили. Скажите, вы счастливы? Ну я давно счастлив, я всегда был счастлив, несмотря на все свои несчастья. Потому что у меня этот ключ позволяет чувствовать себя самим собой, потому что счастье это быть собой, то есть я себе позволил, несмотря на то, что мне говорили, чепухой занимаешься, кому это надо, там, ну, глупости много говорили, я все равно занимался тем, чем я хочу. И поэтому я стал специалистом, и был профессором несколько лет, там, Нижегородской области, на кафедре здоровья и сбережения, и в пяти институтах, ведущим научным сотрудником, и готовил чемпионов мира на Олимпиады и так далее. Потому что я занимался любимым делом, я себе позволил. А какие у вас планы на будущее? Планы на будущее как раз-таки расширить нашу аудиторию и дать всему народу, потому что пока мы это не дадим, пока мы не научим людей повышать у себя собственный иммунитет и способность противостоять манипуляциям и стрессам и превращать энергию страха в свои произведения, в достижения, как стресс-трамплин. Пока мы не научим, у нас и будет жизнь такая. Скажите, по поводу мы затрагиваем по-прежнему ключ-1 и ключ-2, да? Да. Ключ-3 пока мы не затрагиваем, потому что я это даю только тем, кого я веду в группе для изобретательства. Потому что я очень боюсь, что попадет туда какой-нибудь, как это называется, казачок-то был засланный, чтобы не попал туда человек, который потом эти способности использует для создания таких изобретений. Ну, короче, пока нет ответственности за свои поступки. Поэтому мы там ведем еще из многих стран мира участники на моем канале Ютуба в Школе Человек Будущего, науку человечности создаем. Что такое сопереживание, что такое ответственность и так далее. Определяем понятия, обсуждаем. Потому что если туда попадет на ключ-3 вот так вот какой-то человек, ну, мало ли куда он может использовать эти изобретения. Поэтому я не даю это так вот не глядя. Я обязательно должен провести беседу. У меня есть критерии, которые... Я от критерий, честно говоря, во всех остальных делах, кроме как с кем целовался сто лет назад и кроме как вот этот индикатор, как я определяю, кому дать ключ, кому нет, это все единственные два моих секрета. Во всем основном я открытый, да. Касаемо Магалевич, спасибо большое, что вы ответили на эти насущные вопросы, потому что я хотел, чтобы они от вас услышали. И очень много прояснилось всего, вы так по-простому все это рассказывали, и я думаю, что все это будет развиваться. Спасибо вам большое, я желаю вам больших еще открытий в науке, и чтобы человечность все это пользовалась этим и приносила всему миру радость. Вишня, я тебе очень благодарен, и я тебе это от чистого сердца говорю, потому что так меня раскрыть сейчас, чтобы вместо 15 минут мы там столько проговорили, но это редкий человек может, я тебе хочу сказать спасибо, да, но я это понимаю, почему, ты хочешь, наверное, чтобы и твои, так сказать, посмотрели, им тоже дать разговор, чтобы им польза была. Я просмотрел много роликов, которые есть, и фильмы, которые есть, но они такого какого-то... Ты стал чуть допрячься и стал сразу качаться. Да, да, да. Это инструктивное повторяемое действие, это чтобы все увидели и поняли, о чем я говорил. Вот, эти все фильмы, они такие, ну, художественные, яркие, а мне нужно, чтобы на простые вопросы простые ответы прозвучали, чтобы они... Давай сделаем эту традицию, давай через месяц еще раз выходи, я уже буду понимать стиль, в котором мы говорим, и я некоторые свои недочеты, потому что я уже понимаю, где я немножко расплывался по древу, где более правильно говорю, я расплывался по древу в некоторых моментах, когда я не представлял себе конкретной ситуации, я сказал истинно в контексте, я не видел этого больного, и поэтому не знал, как правильно сказать, а мне же эти вопросы рождались от конкретики, ты же в голове это имеешь картинку, а это не имею, и она заполнялась тем, что я говорил об общих вещах, растекался по древу, а если бы я знал контекст, поэтому я сказал истина в контексте, и поэтому я всем говорю, никогда не давайте советы, не зная ситуации, не давайте, ну всем я говорю, не давайте советы, а у нас так люди привыкли, да ты так сделай, да ты так сделай, да я вас дай новое лекарство, а он окажется услышал где-то во-вторых, что его изобрел, что его проверял, что его испытывал, что там участвовал, да нет, он где-то услышал и уже начинает активно внедрять, понимаешь, я за ответственность, я за человечность, я за сопереживания, я за любовь между людьми, за человеческую, поэтому давай сделаем традиции, раз в месяц выходи ко мне, пожалуйста, с вопросами, и мы с тобой будем отвечать и обсуждать, и действительно сделаем такой вот правильный, полезный, ликбез, да, ликбез, правильно, правильно, спасибо, я тебя обнимаю, я тебя обнимаю, Санкт-Петербургу привет, и всем твоим, всем твоим, с кем ты работаешь, пожелания здоровья, счастья, молодости, потому что эндорфин это молодость, когда ты учишь их снимать стресс и танцевать, и заниматься синхродимнастикой, эндорфин включается, ты обрати на это, на это их обязательно, до встречи, спасибо, до свидания, добра, спасибо,